Всем привет! Леонид Котвицкий. Сегодня я хочу обсудить такой вопрос, свой опыт, как косить высокую, тонкую, густую траву леской. Я думаю, все знают, что леской косить высокую, это довольно заморочно. Причем я сейчас веду речь не о толстых сорняках, таких вот, знаете, как там любят рассказывать, 2-3 сантиметра, перебивает и все. Там особой науки кошения нет. Просто коси помаленько, помаленько перебивай лесочкой себе, она будет больше рваться, конечно, на толстых, но постепенно перебиваешь, она постепенно падает и все. А вот если густое, тонкое, переплутывающееся такое, то даже вот такая высота, это не обязательно по плечи, но вот такая высота, как в случае с люцерной, такой же полувыликшей, это весьма заморочно для лески, но она начинает падать, запутываться в этой леске, так, стебель перебивается, падает, наматывается, сечется леской по многу раз, ну и получается и что-то такое непонятное, неравномерно, очень неравномерно выкошенное, вот, и плохо косится, медленно, долго мешает. Конечно, лучше ножом в таких случаях, но бывают такие участки, территории, где просто вариантов нет, только леской лезть. Так вот, я использую два подхода, два подхода для такого кошения. Первый подход, если нужно максимально измельчить, это чтобы даже меньше было сгребания всякого, так, чтобы максимально измельчить, и в то же время достаточно ровно, как для газона, выкосить. Это кошение послойно, то есть, косим один слой на таком уровне, косим ниже, уже возле корня, косим на одном уровне, ниже возле корня. Если такое по грудь, то бывает и в три слоя приходится скажем. Смысл в том, что верхний слой перебивается, так, не запутывается, так, остается уже маленький кусочек, так, этот кусочек перебивается, уже тоже не так запутывается на лесу. И получается более-менее, так, какое-то такое подконтрольная работа, не настолько наматывающаяся, забивающаяся, мешающая леска. Давайте попробуем сейчас таким способом покосить кусочек. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас я покажу результат, но хочу обратить внимание, так, что если бы я лез просто, вроде бы это кажется такая не сильно высокая трава, но для лески она уже достаточно высокая, так, она уже начинает тогда забиваться. Сейчас я попробую влезть просто так. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда ты косишь, да? Просто так в один слой начинается. Так, вот что у нас начинается. Вот начинается наматывание, начинается забивание. Приходится косить очень-очень медленно, 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 но оно все равно уж будет тебе попадать, забиваться. Если же посвойно косишь. Так, сейчас я вот этот кусок я как раз отброшу, потому что это в том месте, где косимся. Здесь видите, длинные такие стебли перебиваются. Вот. И они любят намотаться. Вот. Посмотрим немножко результат, да? Ну вот такая довольно ровная получается поверхность, так. Да, на ней травы немного валяется, но по сравнению с тем, какой слой травы был до кошения, да, и с тем, что осталось, то остается мало, потому что леска пересекает в два подхода. Она пересекает один раз, измельчает верхний слой, потом идет нижний слой кусочки, второй раз их измельчает. И получается более-менее такое, более-менее ровное косение. Я бы не сказал, что здесь плохо, плохо скошено, да? Даже и для обычной травы здесь неплохо скошено, а с учетом какой она высоты, то тем лучше. Это один способ. Я думаю, так многие делают. Мне кажется, здесь нет какой-то великой науки хитрости. А я сейчас покажу еще один, который, до которого я допетрил в свое время. Итак, второй способ. Если нам надо косить наоборот, чтобы трава осталась, так, вот, например, нужно на корм животных. Вот после такого кошения, тут уже мало что сгребешь на корм, да, и корм будет весь побитый, измельченный. Вот, конечно, повторюсь, на корм животным лучше ножом, так, лучше ножом, но бывают такие участки, где ножу будет каюк очень быстро. И туда только леской, но в то же время надо так скосить, чтобы траву было что скрести, так, чтобы оно не было все измельченное и жутко. Ну и кроме того, так как я вот думаю и умею, то, как на меня, это быстрее. Трава остается почти скошенная, как после ножа, почти так, и косится довольно быстро. Итак, косится в один слой, косится так, косу лучше чуть-чуть выше приподнимать, чтобы немножко под углом шла леска к земле. И делаем так, косим, да, еще, становимся не полностью поперек рядка, а вот так идем наискосок, слева направо и сзади наперед, так, вот так. Вот если я встаю, то вот так вот идет, наискосок, вот так поперек рядка, надеюсь, понятно, показано. Наискосок рядка и движение, основное движение при этом идет именно вправо. То есть леской вправо на скорости перебиваем корни и делаем паузу. Скошенные стебли при этом падают, возвращаемся опять на начало, делаем сожок, опять слева направо и пауза, чтобы успела упасть. Опять возвращаемся, опять джик и даем ему упасть. Джик и небольшая пауза, чтобы упала. Смысл в том, что если ты косишь влево леской, высокая трава будет падать на леску, пересекаться, мешать и так далее. Когда ты делаешь это вправо, достаточно быстрым движением, трава перебивается и не успевает упасть на катушку, так как катушка уходит из-под нее, не успевает запутаться, помешаться и так далее. При движении вправо она не успевает это сделать. Вот, падает трава, упала, тогда мы поверх этой травы возвращаемся и делаем следующее вот такое движение. Именно движение слева направо, наискосок вперед немного. Вот, именно слева направо, в отличии от кошения волок ножом. Так? Ну, попробую показать. Спасибо. 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 Смотрите. Смотрите. Выкошено, выкошено, выкошено. В то же время это не измельчено. Не перебито на куски. То есть, это кошение ближе к кошению ножом. То есть, если бы надо было заготовить какой-то, ну, корм там, даже накосить... Ну, не обязательно. Сено. Для сена все же, ну, очень желательно нож. Ну, вот, здесь уже есть что сгрести, да? Здесь уже есть кучка. Я сейчас, кстати, кроликами занесу. Так? То есть, таким способом можно реально даже леской косить на кот животным. А вот после этого здесь, вот, 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 вот это кусочек, где я косинферным методом, вот здесь нечего сгребать. И то, что, то, что ты сгребешь, оно вот такое. Это, как, знаете, как взять овощ, салат, и этот овощ раздавленный ногой. Вот тот же огурец, даже не обязательно грязный, да? Взять его в пакет и потоптать, потоптать ногами это все. Ну, выпустить из него соки. Ну, как его потом есть будет? Ну, противное. Соответственно, животные тоже такого есть очень не захотят. Вот. Поэтому есть вот такие, вот такие два способа. Один ближе к кошению именно газона. Если хочешь ровненький газончик, то кошение вот так послойно. Если хочешь леской заменить нож, так, и даже заготовить корм, можно поступать вот таким образом, да? Как видели, да? Немножко косишь даже и при движении влево. А вот если ты именно вправо резкое движение делаешь, достаточно резкое, но все же достаточно медленное, чтобы перебило стебли. Потому что если сильно резко, то не успеет даже ничего сделать. А так быстренько и оно упало. Так, опять следующий свой упало. И вот таким образом ты уже косишь, можешь заготавливать корм. Это все равно промежуточный вариант. Ножом будет лучше. Этим все-таки больше будет все-таки пересеченных кусочков. Ну, леска есть леска. Так, она не для того рассчитана. Но, если надо именно такой вариант. Вот иногда приходишь косить какой-то там двор даже, пустошь, там что-то такое запущенное. А трава, особенно если это весной первый покос, ну прям такая хорошая там трава. Ну вот, вот смотришь, сам бы ел. Знаете, а там всякие там постройки, клумбы и так далее. Я такой, что ножом туда лучше не лезть, потому что ты там и вред какой-то сделаешь, и ножа себе побьешь. А вот лесочкой бы там скосил и забрал, но леской оно слишком сильно измельчает. Так вот, хочешь измельчить, пожалуйста, есть вот такой вот способ высокой травы по-своему. Хочешь реально набрать корм, можно леской и схитриться вот так, как я показываю. Все, надеюсь понятно и доступно. Если кто знает еще какой-то свой хитрый метод, именно для высокой, запутывающейся тонкой травы, расскажите, буду рад. А так все, жду ваших комментариев, всем пока.